Мой класс, моя гордость. В Ноябрьске выбирают лучшего классного руководителя. Изначально в конкурсе участвовали 19 педагогов, а ко второму этапу, классному уроку, остались 10 учителей. Подробности далее. О детях, которые в годы войны в Сталинграде, не уступая в отваге взрослым, защищали своих близких, родину, говорила на классном уроке со своим третьим А, преподавательница 13-й школы Наталья Ньянина. Я узнала о Саше Пилиппале. Его в строе называли школьником. Он 12 раз перешел линию фронта. Маленькие герои большой войны. Тема для классного урока непростая, но очень важная и нужная. Кстати, проводили его в музее воинской славы. Урок оценивали члены жюри, а участвовали в беседе вчерашние ученики Наталья Ньянина, а сегодня 11-ти классники 13-й школы и ветераны Великой Отечественной. Мы должны помнить ваших дедушек, прадедушек, которые воевали, которые дали жизнь за Отечество наше всегда. Ребята, идите мимо памятника, пожалуйста, постойте, помолчите, снимите шляпу и постойте перед вечным огнем. И вспомните в это время своих родных и близких. Пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я. Наталья Ньянина участвует в номинации «Росток», которая проводится среди классных руководителей начального звена. Также в конкурсе «Мой класс. Моя гордость» лучших классных руководителей выбирают среди преподавателей среднего звена и старшей школы. Все участники – победители такого же, только внутришкольного конкурса. С опытом работы не менее двух лет. Работа классных руководителей всегда была актуальной. Сегодня мы хотим ее поднять еще на высшую ступеньку. Имена победителей станут известны после финального этапа конкурса. В нем учителям предстоит посоревноваться в решении творческих задач, а также написать педагогическое сочинение. Ольга Попова, Григорий Куроптев, Новости нашего города.